Послание к римлянам. Итак, мы с вами дочитали до 14 главы 24 стиха. Напоминаю, что 14 глава апостола Павла посвящена некоторым неурядицам среди римских христиан касательно пищи. То есть касательно того, что христиане из иудеев продолжали соблюдать иудейский закон о воздержании от свинины, поэтому, чтобы не давать повода к укорам в том, что они удерживаются из ветхозаветного закона, они вообще мясо не ели. В то же время римские христиане видели, что христиане из иудеев делают это все-таки по традиции Моисеева и укоряли их за это. И вот апостол Павел, не оправдывая ни тех, ни других, старается утворить мир между ними. Вот этому посвящена вся 14 глава. И в 24 стихе он прерывается на молитву. То есть здесь как бы уже не столько вещание, сколько молитва. Об этом сейчас мы с вами будем читать. «Богущему же утвердить вас по богоествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению и тайне, о которой от вечных времен было умолчано, но которая ныне явлена через Писание пророчески по повелению вечного Бога, возвещена всем народом для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа, слава веки, аминь». 24-26 стихи. Нет, да? Как нет? Чего нет? До 22 стиха только. Да? 23-й только посредине. Вот те раз. Ну давайте тогда, значит, тут безобразие. Да, за 23-ю. А, ну вот так, да, все ясно. Вы выкинули эту вставочку, наверное, да? Вот эту вставочку. Коярные протестанты. У нас есть святитель Николай? А, слава. Перевод святителя Николая имеется у нас? А, смотри, оно… И тут вот какое дело. Феофан Затворник объясняет, что это место, поскольку это молитва, считалось многими переводчиками, что это вставка. Ее перенесли, я думаю, что эта вставка находится в конце 16-й главы. Вот, ее перенесли с 14-й в 16-й главу. И вот, скорее всего, после 24-го стиха 16-й главы. А можно посмотреть, как по-русски? По-русски вот там тут нет. Нет, нет, я имею в виду. Да, вот могущим ли кто-то ведь вас. Давайте. Да, 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 да. Вот. Да, все правильно, да. По откровению тайны, да? Да, после 16-го стиха. Значит, тогда объясните. 16-я глава, 25-й стих. 25-й стих, вот. 25-й стих. Да, давайте. 25-й стих. А, окей, все, понял. Ну, тогда мы его прочитаем. Да, мы его прочитаем. Вот, значит, с точки зрения составителей японской библии, то есть товарищей протестантов и католиков, это место является неестественной ставкой, то есть оно как бы разрывает повествование апостола Павла насчет пищи и как бы вкрапляет молитву. Однако, с точки зрения златоуста никакой проблемы нет. Говорил он об этом в 4-м веке. Вот, и он говорит так, что, вообще, он пишет так. Это всегдашний обычай Павлов заключать увещание молитвами и словословием. Апостол знал, что в этом заключается немалая сила и привык делать это, посильную любить благочестию. Чедолюбивому и боголюбивому учителю свойственно не только научать словом, но и молитвами и спрашивать у Бога помощи учащимся. Так поступает Павел и в настоящем случае. То есть, для Иоанна Златоуста это не инородная вставка, которая с конца главы перенесена сюда, в 14-ю, почему-то, невниманием переписчика, допустим, а вполне естественный ход дел. То есть, апостол Павел и в других местах прерывает свое повествование молитвой. Это было и в других главах. В 11-й главе то же самое было. Конец 11-й главы. Что-то в Японской Библии, правда, может быть и здесь. Не-не-не, там все нормально, мы с вами читали. 33-й стих, 11-й главы. Да, да. Ну, в чем состоит эта молитва, словословие? Могущим же утвердить вас, 24-й стих, слава во веки аминь, конец 26-го стиха. То есть, а в середине, как бы, вот такое еще одно словословие заключено. То есть, первое, это он благодарит Господа, который может вас утвердить. В чем утвердить? В единстве, в истине. Вот это самая главная задача апостола Павла. И об этом он молится, чтобы римские христиане были едины. В единстве. Ну, и про единство. Мы, в общем, утвердить. А, утвердить. Просто утверждение речь идет. Утверждение в чем? В единстве. В любви. Да. Вот. И далее он говорит, по благоествованию моему и проповеди Иисуса Христа. Вот. Это вместе поставлено выражение, то есть, мое благоествование не различается от проповеди Иисуса Христа. О чем учил Христос, о том учу и я. То есть, я апостол над Христа. Вот одно и то же наше учение. Здесь он говорит. Вот. И здесь интересное выражение. По откровению тайны. О какой тайне идет речь? Вот. Чтобы нам понять, давайте прочитаем параллельное место. По откровению тайны. Которая была здесь. Да. Вот это 24 стих. По откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено. Угу. Угу. Да. И которая ныне явлена. То есть, что за тайна-то? Угу. 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 Давайте откроем посланники Ефесиным. Третья глава, со второго, шестой стих. Да. Второй шестой стих. Да. Как вы слышали о демонстрательстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его Христе Иисусе посредством благовествования. Итак, тайна, которая ныне была скрыта, но которая ныне явлена, это то, что все язычники придут к Богу. То есть нет никаких преград национальных или религиозных для того, чтобы прийти к Богу. Если человек, неважно откуда он происходит, неважно во что он раньше верил, он приходит к Христу, то иудей ли он был, бывший или язычник, становится единым народом. То есть ничто не препятствует. Поэтому те различия, то есть к чему это апостол Павел говорит, что те различия, которые сейчас они устроили себя из-за пищи, они на самом деле очень второстепенные, на самом деле все это незначительные. Настоящая тайна – это объединение всех народов, единый народ Христов. Вот и за это он благодарит Бога. Однако апостол Павел говорит, хотя он здесь сказал, что эта тайна была умолчана, скрыта, а теперь явлена, однако, она была таинственно уже приоткрыта через Писание Пророческое, как он говорит здесь в 25 стихе. И это было сделано по повелению вечного Бога. А теперь же она возвещает все народы для покорения их веры. То есть из этого текста ясно, что здесь это словословие. Он благодарит Бога, но тем не менее обращает некую коризму в сторону иудеев. То есть он говорит, что Писанием Пророческим было сказано, что язычники будут призваны. Вот поэтому если мы сейчас благовестуем, мы не учим их иудейству, не обучаем, что нужно соблюдать Моисеев закон, потому что для христиан это не нужно. Потому что для вхождения в Царство Христово это все не нужно, нужна вера. Таким образом, здесь помимо словословия содержится еще все-таки такой вот укор в сторону иудеев, который продолжает держаться Моисеева закона. Златоуст прямо так говорит, что вот это выражение внушало иудеев. Чего тебе бояться? Чтобы не отступить от закона, но того хочет закон, то предсказано из древни. То есть что закон прекратился. Таким образом, это не инородная какая-то вставка, которую надо перенести в конец текста. Это вполне естественное продолжение. То есть апостол Павел воздает славу Богу, который может вас утвердить в единстве. То есть обратитесь к посланиям пророческим, писаниям пророческим, узнаете о той тайне, которая. Самое главное в этой тайне, что враждовавшие некогда народы становятся единым народом во Христе. Это самое главное. Поэтому воздадим славу Богу за это. И дальше продолжает свое увещание, уже в 15 главе. Неоднократно, кстати, сказать, мы сейчас будем читать, возвращаясь опять-таки к прославлению Бога в тех или иных вещах, которые могут все-таки воцарить мир между римскими и христианами. Там не то, что война была, но во всяком случае вот это разногласие должно быть устранено тем, чтобы люди обратились к тому, что издревле возвещено пророками. Мы сильны должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближним во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал. Но, как написано, злословие, злословящих тебя пали на меня. А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Божье терпение и утешение додарует нам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса. Да вы единодушны, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Первая и шестая стихи. Ну, как видно из этого текста, пятая и шестая стихи – это не столько даже назидание, сколько молитва. Бог дарует вам быть в единомыслии, да вы единодушно славили Бога и Отца. То есть, на самом деле, вот такой вот молитвен. И дальше тоже по тексту это будет. То есть, апостол Павел дальше вот такие краткие назидания заключает опять-таки молитвой. Дальше, в следующих стихах, там то же самое будет. Вот, в 13-м, например, стихе. Вот, то есть, это явно не инородные вставки. Вот. Итак, первая и вторая стихи, как видим, апостол Павел опять-таки говорит о том, что должен быть мир. То есть, сильные должны терпеть немощи без сильных. И приводит в пример Христа, который не себе угождал. Вот. И далее, во втором стихе апостол Павел говорит, что каждый должен угождать ближнему во благо к назиданию. Вот. Ну, почему во благо к назиданию? Потому что можно угождать ближнему и не во благо, и не в назидании. Вот. А просто из-за лицемерия и человеку годия. Вот апостол Павел говорит здесь во благо к назиданию. То есть, делает такое замечание. Вот. К чему он это говорит? Не только чтобы предотвратить вообще лицемерие среди христиан и человеку годия, но, как объясняет блаженный Феофилакт, чтобы не сказал кто из совершенных, то есть из христиан и из язычников, вот я велику брата во благое, обличая его и понуждая апостол, присовокупил к созиданию. Ибо хотя и благо то, что делаешь теперь, но так как благо это неблаговременно, то дело твое обращается в разорение, ибо неблаговременное обличение не назидает. Такое интересное замечание. То есть не нужно тянуть через силу, и не нужно, когда человек не готов внушать ему какие-то вещи, которые он будет делать против собственной совести. Апостол Павел опять возвращается к тем же мыслям, которые были в 14 главе. И апостол Павел в 3 стихе приводит пример такого угождения ко благу, как Христос не себе угождал, а другим. Действительно, Господь ничего для себя не делал, делал для других. Единственный момент, который обращается в эти отцы, что когда Господь для себя чего-то просил, когда в Гефсиманском саду он молился, чтобы чаша его миновала. Но опять-таки, тут же эту молитву он прервал и сказал, ну не я, не как хочу я, а как ты. Вот так поступал Господь, так учат поступать и апостол Павел. И здесь он приводит пророчество. Злословие, злословище, тебя пали на меня. Это 68-й псалом, 10-й стих, значит, в японском 69-й. Я сейчас прочитаю это место. 10-й стих. Ибо ревность подобен твоим снедает мне, из-за слове злословище тебя падают на меня. Вот. Вот, ну, безусловно, мы скоро будем читать это место. Вот, скоро к псалтии перейдем. Это пророчество о Христе, и оно, между прочим, это пророчество приводится в Евангелие от Иоанна, когда Господь изгнал торгующих из храма. Значит, это у нас какая глава? Четвертая, да? Да. Нет, прошу прощения, это у нас не четвертая глава, это у нас вторая, наверное. Да? Да, это вторая глава. Это вторая глава, 17-й стих. «При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность подобен твоим снедает меня». Таким образом, это пророчество говорит о том, что о Христе прилагается и ангелистам Иоаннам, апостолам Павловам ко Христу. Вот о чем здесь говорится. Дом твой – это не только храм, из которого изгнал Господь миновщиков, дом – это вообще все творение Божие. И вот это творение Божие – это дом помрачен грехом. И поэтому, значит, злословие злословящих или, в славянском, поношение поносящих тебя. Тебя – это кого? Бога Отца. Вот, пали на меня. То есть, грехи мира я беру на себя для того, чтобы очистить этот дом от греха. Вот. Таким образом, здесь апостол Павел приводит это пророчество к чему? Что Господь делал не для себя, а для спасения мира все. Поэтому и мы должны таким образом поступать ради своих ближних. То есть, терпеть их немощь, если Господь потерпел все наши грехи, грехи всего мира. То есть, вот к чему он это пророчество приводит. Вот и далее, в четвертом стихе апостол Павел говорит о благотворном влиянии Писания. То, что он говорит, что писано все в наставлении. Если это понимать вообще в общем смысле, то можно так понимать, что вот я только одно место привел, но все Писание каково. Поэтому читайте Писание, оно полезно. Если же это касается конкретного, конкретных обстоятельств среди римских христиан, то здесь может быть такая мысль, что если вдруг тебе христианин из Иудеев придет по мышлению, а вот может быть я нарушаю закон Моисеев, хорошо я делаю, что вот мне тут говорят делать, не соблюдай. Обратись к Писанию, обрати внимание на то, что говорил Моисеев. Когда придет Христос, слушайте его. Если ты сейчас его не слушаешь, то сейчас говорят тебе, значит ты противник Христа. А не вовсе как бы последователь Моисея, потому что Моисея не этому учит. Вот в таком смысле апостол Павел здесь выражается. Ну и кроме того, толковники обращают внимание, что здесь два слова употребляют. Терпение и утешение из Писания. То есть чему мы научаемся из-за терпения и утешения. И говорят так, что терпение это для как раз христиан из язычников, чтобы они потерпели. Вот еще пока братьев из Иудеев. А для Иудеев утешение, потому что их укоряют. Вот и то и другое должно быть и тем и другим присуще. Чтобы сохраняли надежду. Потому что надежда одна на спасение в вере в Христа Господа Иисуса. И далее 5-6 стихи опять, как мы видим, прерывается его научение молитвой. И здесь он молится. Бог терпение и утешение додарует нам быть единомыслием. То есть хотя он сказал, что из Писания мы научаемся терпение и утешение. Однако молится не о том, чтобы было дано терпение и утешение. А о том, чтобы было дано единомыслие. То есть терпение и утешение только орудие к тому, чтобы был мир. Вот об этом он молится. То есть это главная цель, которую он здесь преследует. На этом мы сегодня пока прервемся и продолжим в следующий раз.